Говорили о том, как в создавшихся экономических условиях обеспечить бесперебойную работу муниципальных предприятий – Водоканала, Водостока и Сочи Теплоэнерго. По мнению участников, необходимо разработать антикризисные меры, чтобы не допустить сбоев в выполнении инвестиционных и производственных программ. Взаимодействие администрации края города Сочи по всем вопросам, оно выстроено на самом высоком уровне. И даже здесь, с учётом всех мероприятий в рамках санкционных мероприятий, объявленных в марте этого года, мы действительно контролируем полностью всю ситуацию. Для детальной проработки всех необходимых мер будет создана рабочая группа. Первое заседание состоится уже в этот вторник. Разработанные меры должны позволить не допустить резких скачков в платежах за коммунальные услуги для жителей. Сейчас в Сочи действуют тарифы, установленные в декабре 2021 года. Следующие запланированные изменения произойдут этим летом, в июле. Они не превысят установленных на федеральном уровне 6,8%. Мы сейчас очень внимательно в правительстве это всё прорабатываем для того, чтобы сохранить стабильность тарифного регулирования, при этом учесть все обстоятельства, которые могут в настоящее время произойти. В том числе, необходимость дофинансирования или увеличения сроков реализации инвестиционных программ компаний, которые обеспечивают надёжное беспребойное снабжение жилищно-коммунальными услугами. Добавлю, что при регулировании тарифов на 2023 год было предложено пересмотреть тарифы коммунальных предприятий на приобретение электроэнергии.